МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Меня часто спрашивают, а что делать, если вдруг повезёт с летом и захочется, чтобы твой автомобиль на каждый день, универсальная машина, позволяла всё-таки иной раз прокатиться под синим небом. Дело в том, что кабриолетов в нашей стране продаётся не так уж мало. Можно сказать, их даже десятки. И некоторые из них действительно универсальные. Вот только самая доступная из таких машин стоит 2 миллиона. А что делать, если денег в два раза меньше? Тогда придётся купить себе вот такой автомобиль. Смарт Форту Кабрио. Новое поколение сверхкомпактной машины, про которую создатели говорят, что на сей раз это и вправду всепогодное универсальное транспортное средство. Новый смарт стал более округлым. И это относится в равной степени как к хэтчбеку, так и к модификации со складывающейся крышей. Разве что благодаря тканевому верху кабриолет всё же меньше похож на пузырь. Как и у любого другого современного кабриолета, у смарта сзади не убогое пластиковое окошко, а настоящее стекло, причём с электрообогревом. Но ещё удивительнее, что у этого автомобиля есть багажник. Правда, открывается он в два приёма, причём второй – это своеобразная проверка на догадливость. Зато нижняя створка выдерживает 100 килограммов, то есть даже меня. А в пространстве над мотором можно разместить 260 литров поклажей. Кстати, на бумаге это даже больше, чем у купе, ну и ненамного меньше, чем у любого компактного хэтчбека. Но, конечно, главное, что должно открываться у кабриолета – это не капот и не багажник, а крыша. Причём в случае со смартом первую фазу крыши открывания можно произвести прямо с ключа. Дальше сложнее. Нужно включить зажигание и нажать на кнопочку. Но, правда, получившаяся конструкция выглядит не совсем кабриолетно, мешают некоторые детали кузова. Но и их, к счастью, можно убрать. Да, не быстро. Да, не совсем просто. Но можно. И вот теперь, казалось бы, можно перейти к рассказу о том, насколько кабриолет в движении отличается от купе. Но, помятуя о том, как непросто далась борьба за свежий воздух, поневоле задумаешься о том, что будет, если внезапно пойдёт дождь. Первый вопрос к кабриолетам всегда связан с аэродинамикой. Ну, сетовать на недостаточную аэродинамическую проработку такой крохи могут только снобы. Но, в принципе, в смарте, как и почти в любом автомобиле со складывающейся крыши, есть возможность регулировать количество ветра, поступающего в голову водителя. Делается это или при помощи стеклоподъёмников, или путём частичной конвертации автомобиля. То есть можно просто закрыть часть крыши, оставив при этом над головой немного неба. Разобравшись с ветром, понимаешь, что смарт-кабрио машина на самом деле весьма практичная. Здесь есть и ящичек в ногах переднего пассажира, и 12-ти вольтовая розетка, и очень удобный держатель для смартфона, который поставили на место уже на заводе. Да, это дополнительная опция, но за неё, пожалуй, стоит доплатить. Наконец, это единственный в мире автомобиль, в котором, сидя в водительском кресле, я могу дотянуться до любого угла багажника. Это, согласитесь, ценное качество. Но главный интерьер создаёт весьма драйвовое настроение, во многом благодаря рулю. Трёхспицевая баранка с огромным количеством кнопок управления очень напоминает рули спорткаров. И подрулевые лепестки всегда готовы к выполнению своих непосредственных обязанностей. Для этого даже не нужно шевелить селектором. За всё это можно простить смарту и отвратительное качество пластика, и швы на стыках форм, которые плохо сочетаются с надписью на переднем крыле. Видимо, именно в Штутгарт придётся адресовать и претензии по поводу вибрации на холостом ходу. Решить эту проблему не удаётся даже переводом коробки в режим паркинга. Когда заходит речь о ездовых качествах кабриолетов, приходится делать оговорку, что, мол, дескать, такая машина всегда тяжелее, чем ближайший родственник с крыши, а значит, и спрос с неё не такой строгий. То же самое можно сказать и о Smarty 4 II. Действительно, открытая машина почти на центр тяжелее, чем закрытая, а мотор у неё тот же, всё те же 90 лошадиных сил. Но, как ни странно, двигатель в союзе с роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями прекрасно справляется с городскими спринтами и позволяет очень уверенно держаться в плотном потоке, даже на скоростных магистралях. Достается кабриолетом, и когда речь заходит об управляемости. Дескать, машина без крыши, менее жёсткий кузов, значит, и в поворотах она чувствует себя не так уверенно. Но, помилуйте, кого интересуют повороты, когда речь идёт о городском микрокаре? Тут важно вот что. Если на старом Smarty любой вираж проходил под возмущённый стрёк от системы стабилизации, то на новой машине действительно можно поворачивать. То есть новый Smarty ведёт себя как автомобиль, а не как уменьшенная копия автомобиля, которой он, по сути дела, и является. А вот это знаете, что было? Лежачий полицейский. То есть фраза о том, что Smart стал автомобилем, в равной степени относится и к управляемости, и к плавности хода. Много ли сейчас машин, о которых, можно сказать, нечто подобное? Получается, что помимо вибраций на холостом ходу, Smarty кабрио и предъявить-то ничего. Разве что на цену попенять. Вроде маленький, а стоит больше миллиона. С другой стороны, а что сейчас стоит меньше? Субтитры создавал DimaTorzok